Иран остался без президента, а политическому лидеру Израиля грозит уголовное преследование. Все это происходит на фоне краха мирных инициатив Зеленского и потери им легитимности. Это новости сети Белорусской Терегомель Михаил Садовский. В ближайшие 10 минут мы изменим привычный взгляд на новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси, считавшийся потенциальным преемником верховного лидера страны Аяталы Али Хаминьи, погиб в результате крушения вертолета в гористой местности недалеко от границы с Азербайджаном. Обгоревшие обломки разбившегося в воскресенье вертолета, на борту которого находились Раиси, министр иностранных дел и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдалахиян, а также шесть человек, были обнаружены рано утром в понедельник после 10 часов поисков, осложненных погодными условиями. Трагедия, случившаяся в Иране в минувшее воскресенье, несомненно, окажет большое влияние на и так непростую геополитическую ситуацию в регионе и в мире в целом. Следствие сделает выводы об инциденте чуть позже, но важно понимать, что есть страны, которым эта катастрофа была крайне выгодна. Мы никого не обвиняем, но США по-прежнему заинтересованы в дестабилизации ситуации внутри Ирана. Уже сейчас можно говорить о косвенной причастности штатов к крушению вертолета президента Ибрахима Раиси. Белый дом запретил поставку запчастей для машины, что привело к износу его двигателя и падению. Об этом 20 мая заявил экс-глава МИДа Исламской Республики Мохаммад Джавадзариф, передает газета Этеллад. Бывший министр также сообщил о намерении руководства Ирана включить произошедшее в список преступлений, которые когда-либо совершал Белый дом против иранского народа. Смотрим на события минувшей недели. Покушение на премьера Словакии ФИЦО, угрозы убийством президенту Сербии Вучичу, вероятная попытка госпереворота в Турции, трагедия с президентом Ирана. Параллели напрашиваются сами собой. Во всех вышеперечисленных странах выступали за сотрудничество с Россией. Складывается ощущение, что Запад начал реализовывать политику запугивания неугодных. Что это, если не террор? Впрочем, есть еще один потенциальный интересант катастрофы, который максимально быстро поспешил откреститься от причастности к трагедии. Израиль не имеет отношения к смерти президента Ирана Ибрахима Рейси. Об этом заявил агентство Reuters израильский чиновник. Это были не мы. Цитирует издание слова израильского должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным. Официальных комментариев из Тель-Авива пока не звучало. Справочно я напомню, что ирано-израильские отношения традиционно сложны. Ситуация особенно обострилась 1 апреля текущего года, когда Израиль нанес авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Является или нет трагедия с президентом Ирана очередным витком эскалации, мы узнаем чуть позже. А пока официальному Тель-Авиву стоит взглянуть на ситуацию внутри своей страны. В Израиле с новой силой вспыхнули антиправительственные выступления. Тысячу людей вышли на улицы Тель-Авива, призывая премьера Нетаньяху уйти в отставку и провести досрочные выборы. Израильтяне считают, что именно он виновен в том, что захваченные Хамас-заложники до сих пор находятся в плену. Так как глава правительства отказывается вести переговоры с руководством движения об их освобождении. Помимо велотекущего конфликта с Ираном, у Израиля есть точка куда погорячее. Это сектор газа. Вот уже семь с половиной месяцев Цахал ведет активные боевые действия на палестинской территории. Причем ведет так, что возмущается не только собственный народ, но и международный уголовный суд. Последний добивается ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямида Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом заявил главный прокурор суда Карим Хан в эфире СНН. Решение примет коллегия судей МОЗ в ближайшие дни, если не часы. Впрочем, вряд ли потенциальный ордер хоть как-то беспокоит Нетаньяху. Израиль не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения необязательными к исполнению. Словом, да каких тут законов, когда можно и дальше безнаказанно продолжать уничтожать мирное население Газы. По меньшей мере, 31 палестинец был убит в воскресенье в результате израильского авиаудара по центральной части сектора Газа, в то время как израильская армия объявила об убийстве двух своих солдат в боях в Анклаве. Местные источники и очевидцы сообщили, что на рассвете израильские военные самолеты нанесли удар по жилому дому в лагере палестинских беженцев Нусейрат, что привело к его разрушению. Сколько еще палестинских детей должно погибнуть, чтобы режим Нетаньяху понял, что лучшее решение вопроса не равнять сектор Газа с землей, а наконец-таки попытаться найти способ сесть за стол переговоров. Может быть, впоследствии этим опытом можно будет поделиться и с Зеленским. Все новые страны мира заявляют о неучастии в конференции по Украине в Швейцарии. Ранние власти России многократно указывали на бессмысленность этого мероприятия. Накануне стало известно, что проукраинское собрание в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав глобального юга. Сама идея организовать мирный форум по урегулированию кризиса в Украине без участия Российской Федерации была провальной со старта. Впрочем, как заявляют эксперты, площадка только в качестве ширмы заявляла о некоем мирном плане. На деле это должна была быть сходка по созданию плана, как нанести больший ущерб интересам России. Один момент. Здравомыслящие страны уже открестились от участия в этом шабаше. Лидеры стран ЮАР, Бразилии и Китая не приедут на саммит по Украине в Швейцарию. Также ожидается, что мероприятия проигнорируют Египет, Нигерия, Кана, Камерун, Сенегал, Алжир, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Индия, Сирия, Иран, Эфиопия, Малайзия, Венесуэла и другие страны глобального юга. Это провал. Провал в первую очередь просроченного президента Зеленского, но об этом чуть позже. Интересно, как в последние часы на фоне событий на фронте разворачивается риторика высшего руководства наших южных соседей. Секретарь СНБУ Украины Литвиненко заявил, что Украина ясно осознает, что война закончится переговорами. По его словам, именно с этой целью была подготовлена и продвигается формула мира Зеленского. Даже если так, то остается один маленький вопрос. Кто теперь будет подписывать капитуляцию и мирное соглашение? Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили. В Киеве объяснили это решение действием военного положения в стране. Вот и все. Президентом Украины Зеленского теперь будут называть разве что ближайшие приспешники, ну или он сам, стоя напротив зеркала. И тут важнее даже не закон, а то, что поддержка власти со стороны народа стремительно катится вниз. А как должно реагировать общество на то, что какой-то самоизбранный человек при помощи искусственно созданной структуры ТЦК продолжает отправлять мужчин на убой? В одном из случаев в автобус сотрудники территориального центра комплектования вломились толпой, чтобы силой забрать с собой одного из пассажиров. Мужчину избили. Один из военнослужащих распылил в салоне перцовый баллончик, после очевидец и происшествия угрожали разбить телефон за съемку происходящего на камеру. Вот уж действительно война до последнего украинца. В таких условиях не таким уж фантастическим выглядит сценарий, когда не Зеленский решит подписать капитуляцию, а сам украинский народ сначала вернет власть в свои руки, а затем найдет способ мирно решить вопрос окончания СВО. Президент Грузии Соломез Рубишвили заявила, что наложила вето на закон о прозрачности иностранного влияния, который парламент Грузии принял в третьем чтении. Рассмотрение законопроекта началось в апреле. С этого момента в Грузии проходят масштабные акции протеста. Несколько раз они перерастали в столкновение с силовиками. Спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих. В том, что Соломе воспользуется правом вето, не сомневался абсолютно никто. Есть один нюанс. Парламентское большинство имеет в своем арсенале механизмы для правового преодоления данного препятствия. Проблема в том, что так и будет грузинское правительство качать ситуацию до тех пор, пока не придет к какому-никакому консенсусу. Ну или до тех пор, пока западные противники обсуждаемого закона не решат, что Грузия имеет право самоопределять свое будущее без заокеанского влияния. Давно пора уйти из-под воздействия заокеанских так называемых партнеров и начинать строить мир в регионе на законах равноправия и партнерства. Белоруссия и Россия в этих вопросах могут показать, как нужно действовать на примере построения взаимодействия в союзном государстве. Все будут в плюсе. Все в плюсе, кроме Белого дома и Европарламента, конечно. На этом все. Мы нарисовали для вас новостную картину дня. Нейросети ее разукрасили. Новости сети. Михаил Садовский. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok